Уважаемые коллеги, добрый вечер, всех с наступающим днём медицинского работника. Сегодня продолжается наша серия интернет-семинаров, посвященная хроническим милопролиферативным заболеваниям. Сегодняшний семинар – это хронический милолейкоз, его современные стандарты диагностики и лечения. На прямой связи у нас сегодня три города, три столицы. Столица Древней Северо-Восточной Руси – город Владимир, я не ошибся. Последняя столица Российской империи – город Санкт-Петербург и нынешняя столица Москва. Сегодня два доклада, первый из них представит Ломайя Эльзы Галактионна, который посвящен современным основам терапии хронического милолейкоза. И второй доклад представит Ирина Степановна Мартынкевич, который будет посвящен молекулярному патогенезу хронического милолейкоза и принципам мониторинга этого заболевания. Итак, первое слово Санкт-Петербургу. Елизавета Галактионна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Владимир Анатольевич. Я, естественно, многократно обсуждалась тема хронического милолейкоза, и новостей в настоящее время не так уж много, но, тем не менее, есть моменты, на которые я хотела бы обратить внимание. И сегодня мы будем обсуждать вопросы безопасности терапии и профитоксичности препаратов ингибиторов теразинкина. Я пока не подключила, не включила в данный доклад Босутянин, хотя он зарегистрирован с декабря прошлого года, но пока он еще не применяется широко в России. Я думаю, что в следующих докладах мы уже будем обсуждать и этот препарат тоже. Сейчас, наверное, мне нужно переключить уже на слайды. Немножко странно, поскольку я вас не буду видеть, но буду с компьютером и буду разговаривать. Естественно, в России уже достаточно давно применяются ингибиторы теразинкина, особенно ингибиторы теразинкин, у всех у нас накоплен свой опыт и по эффективности терапии, и по тактическим эффектам этого препарата. Чуть меньше, но все же достаточно широко применяются два новых препарата, досотениб и нилотениб. И у каждого врача, опять же, уже за эти годы лечения есть достаточно свое мнение об этих препаратах и опыт применения этих препаратов. Безусловно, все эти три препарата высокоэффективны. Они зарегистрированы все как в первой линии, нилотениб и достоинит зарегистрированы во второй линии терапии. И мы понимаем, что появление этих препаратов кардинально изменило судьбу наших пациентов. И пациенты наши живут приблизительно как в общей популяции. Их выживаемость приравнивается, почти приравнивается к общей популяции. И уже есть у нас случаи даже и отмены. Трудоспособность наших пациентов сохранена. И наша задача, с учетом того, что терапия очень высокоэффективна, пациенты могут жить очень долго. Но при этом все-таки большинство пациентов будут вынуждены принимать этот препарат. И почему они вынуждены принимать этот препарат, мы их сегодня не обсуждаем. Но это каждому из вас прекрасно известно. Следовательно, терапия очень длительная, практически пожизненная. И наша задача, чтобы эта терапия не оказалась, скажем, опасной для наших пациентов. И наша задача именно предотвращать и лечить осложнения препаратов-ингибиторов теразин-геназа. Почему все же мы имеем, несмотря на то, что препараты являются таргетными в отношении гена БСР-АБЛ, теразин-геназа БСР-АБЛ, мы прекрасно понимаем, что они не являются жестко специфичными только в отношении данного белка, данной теразин-геназа. И здесь мы видим наиболее известные теразин-геназы, которые ингибируются данными препаратами. Но есть ряд еще теразин-геназ, которые подавляются, с которыми взаимодействуют данные ингибиторы теразин-геназ. И, к сожалению, функция многих из них, роль их в организме, в клетке, недостаточно изучена. И, возможно, в дальнейшем мы сможем столкнуться с какими-то необычными насложнениями этих препаратов. На сегодняшний день предполагается, что цитопении могут быть связаны с подавлением АБЛ-белка, АБЛ-теразин-геназа, СИКИ, ЦАР-белков. Иммунные эффекты могут быть связаны с подавлением. Вот здесь показано, какие белки, возможно, участвуют в развитии иммунных эффектов ингибиторов теразин-геназа. Но это все предположения и однозначного ответа на эти вопросы нет. Почему каждое из осложнений, которое у наших пациентов возникает, механизмы развития этих осложнений нам по-прежнему до конца неизвестны. Это все в процессе изучения. И, как я уже сказала, со временем, более того, со временем, по мере накопления опыта, может расшириться спектр вот этих веществ, с которыми взаимодействуют теразин-геназы. И мы можем столкнуться с не очень обычными осложнениями этих препаратов. Наиболее частые осложнения на ингибиторах теразин-геназа – это гематологическая токсичность. Естественно, во второй линии, когда мы применяем мелатининг и сетининг, гематологическая токсичность цитопении встречается несколько чаще, чем в первой линии. Здесь существенной разницы в частоте цитопении между препаратами, вероятно, нет. Но, к сожалению, данные мы не можем сопоставить только потому, что не было андомизированных исследований между мелатинингом и досетинингом. Но в целом складывается впечатление, что во второй линии цитопении встречаются примерно с одинаковой частотой на этих препаратах. В цитопении мы с цитопениями сталкиваемся и у пациентов первой линии терапии, хотя реже. И терапия цитопения… Цитопение… 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 Продолжение следует... 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 Расскажу немножечко о тех основных основах, молекулярных основах хронического милолейкоза, о методах, которые мы используем не только в диагностике, но и в мониторинге терапии хронического милолейкоза в первую очередь. И да, действительно, мы в настоящее время хронический милолейкоз в наибольшей степени понимаем все механизмы, в первую очередь патогенетические механизмы возникновения заболевания. И мы в настоящее время знаем, что первопричиной возникновения заболевания и высокоспецифическим маркером для хронического милолейкоза является феодорфийская хромосома, которую мы определяем у 100% больных. И именно этот маркер в настоящее время является основным фактором, убедительно доказывающим, что у пациента действительно хронический милолейкоз. В случае необнаружения либо молекулярного варианта, либо цитогенетического варианта данной перестройки мы не можем консервировать диагноз хронический милолейкоз. Поэтому, безусловно, генетические методы исследования, цитогенетические, молекулярно-генетические, являются основными на этапах, в первую очередь, диагностики. Итак, феодорфийская хромосома – это маркер, который образован, это укороченная 22-я хромосома, который образован в результате транслокации взаимообмена генетическим материалом между двумя хромосомами 9-й и 22-й. Поэтому, если мы на предцитогенетическом исследовании на клеточном уровне феодорфийского хромосома видим одинаково выглядящий, как у пациентов с хроническим милолейкозом, так и у больных с острыми лимфобластными милолейкозами, для которых этот маркер является также специфическим, то при молекулярно-генетическом исследовании мы определяем несколько вариантов транскриптов данного химерного гена Бесеробей. В настоящее время описано порядка 16, но если мы говорим о хроническом милолейкозе, то это два, как мы хорошо знаем, наиболее характерных, чаще встречающихся у наших пациентов. Это патологический белок с молекулярной массой B210 у подавляющего большинства и молекулярными вариантами, перестройками в зависимости от разрывов на том или ином гене B2A2 и B3A2. И гораздо реже, это приблизительно у 5-10% больных, белок с молекулярной массой B230. И благодаря такому достижению в понимании молекулярных механизмов возникновения заболевания, в первую очередь хронического милолейкоза, и стало возможным в настоящее время развитие новых подходов к терапии заболевания не только хронического милолейкоза, но и других новообразований онкогематологических. И благодаря таргетной, целенаправленному воздействию на первопричину заболевания, на генетический маркер, в данном случае БСР-БР-химерный ген при хроническом милолейкозе, в настоящее время мы достигаем потрясающих результатов. Это приближающиеся к 100% выживаемых пациентов, как согласно данным уважаемым клиническим исследованиям, как 5-летняя, так и 8-10-летняя общая выживаемость пациентов. Более того, благодаря таргетной терапии мы имеем возможность у пациентов достигнуть глубоких молекулярных ответов, полных молекулярных в том числе ответов, с редукцией лейкозного клона с чувствительностью методов молекулярно-генетических 5, в том числе и включая 5 логарифтов. И мы впервые стали задумываться у наших пациентов о возможности стоп-терапии, о возможности поддержания ремиссий без терапии ингибиторами теразинкинат. И в этой ситуации у таких пациентов нам на помощь приходят современные технические достижения, современные возможности молекулярно-генетических методов. Это возможность глубокого измерения редукции лейкозного клона, измерения минимальной остаточной болезни у наших пациентов при помощи так называемой платформы цифроид или прибор джин-эксперт, который нам позволяет измерить величину лейкозного клона чувствительностью 6 логарифмов. Безусловно, у данного метода есть свои преимущества, однако мы должны понимать, что такой высоко чувствительный метод нет необходимости использовать часто, особенно это касается пациентов, у которых мы мониторинг выполняем в начале заболевания, на первых этапах мониторинга, поскольку действительно церезообразно исследование, молекулярно-генетические исследования с использованием джин-эксперт необходимо выполнять уже в тех случаях, когда мы не можем детектировать минимальный остаточный клон при помощи обычного ПЦР в режиме реального времени. И мы провели такое исследование, сравнительный анализ на нашей выборке пациентов, где мы сравнили одновременно, при одновременном заборе периферической крови и проведение анализа при помощи стандартного реалта МПЦР и с использованием джин-эксперт. И действительно, как показано, конкордантность совпадений результатов 0% при реалтайм ПЦР обычном и на джин-эксперте было только у 77,6% пациентов. У приблизительно 24% больных нам при помощи данного прибора удалось детектировать минимальный ликозный клон. И, как я уже говорила, конечно же, к данному методу исследования мы прибегаем уже в тех ситуациях, когда мы получаем 0% при помощи ПЦР обычного, стандартного в режиме реального времени, когда мы задумываемся о возможности стоп-терапии по тем или иным причинам у наших пациентов, или такое счастливое событие планируется, или пациент хотел бы, как планируемое обиде беременной. И, безусловно, мы понимаем, и это показывают нам современные рекомендации по диагностике, по оценке результатов терапии, как европейские, российские, американские, что, безусловно, коль мишенью является генетический маркер, безусловно, генетические методы исследования являются основными методами, измеряющими ликозный клон, остаточным болезнам и свидетельствующие о глубине достигнутого ответа, об оптимальности достигнутого ответа у наших пациентов. И если мы посмотрим на современные рекомендации, то мы обращаем на себя внимание, что важна не только величина опухолевого клона, измеряемая ПЦР методами или цитокинетическим методом, но и время достижения того или иного ответа. И важным является, согласно современным рекомендациям, достижение нашими пациентами раннего молекулярного ответа. Да, большинство пациентов, действительно, у большинства пациентов удается достигнуть ранний молекулярный ответ, или так называемый оптимальный ответ на терапию. Однако, безусловно, особую тревогу у нас вызывают пациенты с недостигнутым оптимальным ответом, с неудачей к проводимой терапии или в случае присутствия тех или иных предостерегающих факторов. И такими механизмами резистентности к ингибиторам тирозинкиназ, их целый ряд, если интересно, уже в настоящее время описанных, они бывают как БСР-БЛ-зависимые, так и нет. К БСР-БЛ-зависимым механизмам резистентности относятся в первую очередь амплификация БСР-БЛ-хинерного гена или дополнительная филдрифийская хромосома. Это активация сигнальных путей, это мутации в БСР-БЛ-геназном домине и клональная эволюция, которую мы зачастую наблюдаем у наших пациентов. И вот ту самую клональную эволюцию в первую очередь нам позволяет определить цитогенетические методы исследования, при помощи которого мы анализируем хромосомы, это клеточный анализ и определяем так называемый кариотип у наших пациентов. И согласно современным рекомендациям, данный метод исследования у наших пациентов следует выполнять в дебюте заболевания на этапах диагностики с целью определения филдрифийской хромосомы и возможных дополнительных хромосомных аберраций к филдрифийской хромосоме. И далее на этапах мониторинга в 3-6 месяцев, далее 6 месяцев до достижения пациентами полного цитогенетического ответа и после достижения глубокого полного цитогенетического ответа один раз в год. И в зависимости от того, достигнут или не достигнут ранний цитогенетический ответ к 3-м месяцам терапии, как мы видим по результатам наших немецких коллег, им зависит исход заболевания, в частности, общая выживаемость у пациентов, получающих ингибиторы тирозинкина. Равно, как было показано коллегами из ведущего клинического центра, европейского клинического центра, действительно, в случае достижения позднего цитогенетического ответа на терапию ингибиторов тирозинкина с пациентами достоверно отличались по риску прогрессии заболевания. Итак, типичная филдерфийская хромосома с участием 9-й, 22-й хромосомы. Как показано на данной кореограмме у пациентов с угооченной 22-й хромосомой или филдерфийской хромосомой, мы такую картину наблюдаем типичную у подавляющего большинства пациентов приблизительно у 95%. Однако иногда мы сталкиваемся с редкой картиной, необычной картиной с так называемыми вариантными транслокациями, когда в перестройке вовлекаются не только 9-я и 22-я, а 1-2 и более хромосом. Как у данного пациента, где мы видим, в транслокацию или взаимо обменялись генетическим материалом 4 хромосома – это 1-я, 7-я, 9-я и 22-я. Несмотря на вот такое разнообразие, на количество аберрантных хромосом на молекулярном уровне происходит одно и то же событие. Образуется химерный ген, одинаковый в случае со стандартной транслокацией 9-22, BCR-AB. Иногда мы при цитогенетическом исследовании у пациентов обнаживаем нормальный кариатит или так называемую криптическую транслокацию 9-22. Когда событие произошло исключительно на молекулярном уровне, на генном уровне, при помощи стандартного генетического исследования, мы такое событие детектировать не можем в силу разрешающих способностей светового микроскопа и, собственно, возможностей визуализации человеческого глаза. И в этой ситуации, когда вы получаете из лаборатории нормальный кариатит, а вот эта типичная клиническая картина хромического миелорикоза, безусловно, вы должны задуматься о наличии эклиптической транслокации и попросить лаборатории настоять на молекулярной диагностике. Это легко сделать на той же суспензии, на которой был выполнен цитогенетический анализ при помощи молекулярного метода, в частности ФИШ, либо ПТР, исследования в кулетко-периферической крови необходимо выполнить. Следует отметить, что основные клинические центры, лаборатории, как европейские, так и, собственно, наши и другие российские лаборатории, не показывают различия в исходе заболевания у пациентов в зависимости от наличия стандартной или вариантной транслокации 92. Никак такие различия не влияют на исход, на выживаемость, на бессобытийную общую и другие параметры у наших специалистов. В современных рекомендациях, в частности, где я перевожу европейские ЛН-рекомендации 2013 года, особое место уделяется клональным хромосомным аберрациям, которые являются дополнительными к фиодофийской хромосоме в дебюте заболевания. Они считаются значимым фактором, существенно ухудшающим исход заболевания и ответ на терапию. И такую картину мы наблюдаем в дебюте заболевания в хронической фазе приблизительно у 5-8% больных. И, конечно же, встречаемость хромосомных аберраций дополнительных увеличивается в фазе акселерации и в фазе акселерации. И особое внимание вызывают хромосомные аберрации, так называемые значимые. Это трисомия по 8-й хромосоме, дополнительная филдофийская хромосома и из-за куплича 17-й хромосома. Как показано в данном исследовании наших немецких коллег, где выполнен анализ у приблизительно 1500 пациентов с хроническим неволикозом, действительно наличие дополнительных хромосомных аберраций в дебюте заболеваний у пациентов достоверно ухудшает общую выживаемость, как мы видим на данном слайде. Кроме дебюта заболевания, конечно, мы с такой картиной столкнемся и на различных этапах при мониторинге. Причем дополнительных клональных хромосомных аберраций мы можем определять как фи-положительных клонов, так и фи-отрицательных. И если анализировать время возникновения на этапах мониторинга появления дополнительных хромосомных аберраций, то это в среднем через 15 месяцев. Ну вот по нашим данным это 15 месяцев, около 15 месяцев в фи-положительных клонах мы наблюдали такую картину, и фи-отрицательных приблизительно через 17 месяцев в среднем появлялись те или иные хромосомные аберрации. И так как и в дебюте заболевания, так и на этапах различных мониторинга терапии, наиболее часто мы обнаруживаем дополнительную также филдорфийскую хромосому, трисомию по 8-й, или в сочетанном варианте эти две перестройки одновременно в качестве клональных хромосомных дополнительных аберраций. И особое внимание, особую тревогу все-таки вызывает ситуация, когда мы определяем у наших пациентов потерю седьмой хромосомы. Как показывают наши коллеги, и, собственно, мы столкнулись с такой же ситуацией. Именно у пациентов с моноценией седьмой хромосомы, приблизительно у 10% больных из них, высший риск развития неодиспатического синдрома, острого милоидного лейкоза, собственно, прогрессии заболеваний. Поэтому, безусловно, такая группа пациентов должна вызывать у нас улучшение. И я привожу здесь 3 пациента, динамику наблюдения. Мы видим, что, в частности, это те пациенты, у которых определялась дополнительная 8-я хромосома фео-отрицательных клонов. И мы видим, что, несмотря на, казалось бы, такую безоблачность в клиническом плане, рано или поздно, это, по нашим данным, приблизительно у 30% больных наблюдается цитогенетический рецидив с выявлением филдерфиксы хромосомы и бисеррбл химерного гена. Однако, когда мы сравнили и провели статистический анализ результатов терапии у пациентов с дополнительными хромосомными аберрациями в положительных и отрицательных клонах, то значимыми оказались только дополнительные хромосомные аберрации у фи-положительных клеток. Другим более чувствительным методом, ПЦР-методом, который мы широко используем в нашей повседневной практике, ПЦР в первую очередь качественный в дебюте заболевания, который, согласно современным рекомендациям, необходимо выполнять у наших пациентов. Почему это так важно? Потому что исключительно только качественный ПЦР-метод позволит нам в дебюте заболевания убедительно убедиться в том, что у пациента редкий или высоко специфический транскрипт бисеррбл химерного гена. Почему это так важно? По той причине, что мониторировать мы будем далее результаты терапии при помощи ПЦР в режиме реального времени. При помощи этого метода мы можем мониторировать только высоко специфические два транскрипта B2A2, B3A2. И во избежание ложно-отрицательных результатов или 0% у пациентов, которые не будут соответствовать действительности, ПЦР качественный в дебюте заболевания на этапах диагностики выполнить у наших пациентов мы безусловно обязаны. Некоторые исследователи пытаются изучить прогностические особенности тех самых транскриптов B2A2, B3A2. В основном по данным наших коллег и наши результаты это подтвердили. Как правило, какими-то прогностическими особенностями, влияющими на исход заболевания на течение заболевания, эти пациенты не отличаются. И наиболее чувствительные, которые мы широко используем уже при мониторинге результатов терапии, при терапии хронического мелорикоза, ингибитор метероиденкинаст, это ПЦР метод в режиме реального времени, при котором мы измеряем количество не только химерного бессереброгена, но и гена так называемого гена сравнения, гена нормально функционирующего. Как правило, в российских лабораториях таким геном выступает ПЦР. И вот тот самый уровень относительно экспрессии бессереброген химерного гена мы вычисляем соотношением количества копий гена бессереброген химерного гена к количеству копий нормально функционирующего гена, в данном случае АБЛ, выражаем в процентном соотношении и пересчитываем на так называемые единицы, соответствующие международной шкале, АИС-шкале. Мы совершенно четко должны быть спокойны в плане биосубстрата, который следует отправлять лабораторию для ПЦР-исследования. Это может и должна быть периферическая кровь. На данном слайде я представляю результаты исследования порядка 500 пациентов, у которых одновременно был выполнен ПЦР-анализ в режиме реального времени на клетках периферической крови и костного мозга. И мы видим, что настолько чувствительный метод, поскольку мы можем благодаря такой высокой чувствительности детектировать ту самую единственную патологическую репозную клетку. И, как мы видим по данным результатам, результаты не отличались в зависимости от исследуемого субстрата. Что же означает тот самый недетектируемый или 0% по результатам ПЦР-мета? Насколько мы низко можем пройти в своей чувствительности данного используемого метода? Он может зависеть 0% от двух причин. Это действительно реально крайне низкого содержания лейкозных клеток в исследуемом материале. Либо низкой аналитической чувствительности метода. И мы в настоящее время должны понимать, что в реакцию, в которую мы вводим количество копий гена сравнения, нельзя считать результат валидным, если в реакцию в лаборатории удалось ввести менее чем 10 тысяч копий обоих генах. В этом случае результат полученный не может считаться валидным, не может считаться адекватным. И приемлемыми порогами чувствительности метода Реалтайм ПЦР считается чувствительность 4 логарифма, 4,5 или 5 логарифмов. Каким же образом мы определяем, какова чувствительность используемого метода? Это, как я уже сказала, в первую очередь по количеству копий обоэльгена. Итак, если мы ввели минимальное количество 10 тысяч и более копий, мы говорим о чувствительности редукции лейкозного крена клона, соответствующего 4 логарифмам. И, собственно, можно сориентироваться еще по результату, который вы получаете, конечному результату, выраженному международных единицах. Это будет 0,01 и менее процента. Ежели результат соответствует 0,010, то мы говорим о чувствительности редукции в 4,5 логарифма. И если 0,01 процента или в реакцию ввели 100 тысяч копий и более обоэльгена, мы говорим о чувствительности ПЦР-метода, соответствующего 5 логарифмам. Мы, безусловно, мы все понимаем, что все мы разные, как исследователи, так и реактивы, которые мы используем для выполнения ПЦР-исследования в режиме реального времени, приборы различные. И благодаря, в кавычках, таким различиям, конечно, мы получаем различия в молекулярных результатах. И, безусловно, в настоящее время, чтобы привести к единому знаменателю результаты, независимо от выполненного исследования в той или иной лаборатории, и проводится в настоящее время международная стандартизация лабораторий, и в результате которой каждая лаборатория получает некий коэффициент, так называемый фактор конверсии, в пересчете на который и имеет возможность локальная лаборатория свои собственные результаты выразить в тех самых международных единицах. Почему это так важно? Насколько меняется результат без применения фактора конверсии и выражения наших результатов в тех самых международных единицах? Ну вот, в качестве примера, пациент, у которого в локальной лаборатории определен уровень экспрессии, соответствующий 0,11%, однако, когда лаборатория эти собственные результаты пересчитали и выразила в международных единицах, оказалось, что у пациента достигнут большой молекулярный ответ, и он соответствует 0,09%. Или пациент второй, у которого, согласно локальным результатам, действительно полученный результат соответствует большому молекулярному ответу, уровню большого молекулярного ответа или менее чем 0,1%, однако, когда пересчитали на международные в единицах АЭС-шкалы, оказалось, что у пациента уровень экспрессии более чем 0,1%, соответственно, большой молекулярный ответ мы не можем констатировать. Итак, согласно этой шкале, международной шкале, за базовый уровень в настоящее время, хотя с нашей точки зрения, эта ситуация в ближайших рекомендациях, видимо, поменяется и будет важным не базовый уровень, единый для всех пациентов и соответствующий 100%, а важно будет определение в дебюте заболевания индивидуального уровня экспрессии без серобоэльгена. Поскольку действительно у одного пациента, как мы зачастую сталкиваемся, он может соответствовать 300%, а у другого 46%. Безусловно, важным является вот тот самый индивидуальный уровень экспрессии, индивидуальный уровень экспрессии и индивидуальная динамика редукции лейкозного клона. В первую очередь, к той самой ключевой точке, к трем месяцам терапии, которые важны, достижение раннего молекулярного ответа. Как мы уже говорили, большому молекулярному ответу, согласно International Scale в международной шкале, соответствует уровень 0,1% и менее. И в настоящее время важным является не только получение 0% по результатам ПЦР-метода, а важна глубина достигнутого молекулярного ответа, важна чувствительность метода, с какой определялся тот самый молекулярный ответ. И в настоящее время следует говорить не просто 0% или полный молекулярный ответ, а молекулярный ответ с редукцией 4 логарифмов, или молекулярный ответ с редукцией 4,5 логарифмов, в зависимости от того уровня экспрессии, который мы диагностировали в нашей лаборатории. Или наиболее глубокий ответ с редукцией 5 логарифмов, или результат, соответствующий 0,001% и менее до 0. Когда же следует выполнять ПЦР-метод в режиме реального времени у пациентов? Да, как я уже говорила, пока в последних рекомендациях не рекомендуют выполнять в дебюте заболевания. Достаточно качественного ПЦР-метода и определения типа транскрипта. Исключительно его применяют на этапах мониторинга результата терапии. Это один раз в 3 месяца до достижения большого молекулярного ответа, и далее один раз в 6 месяцев терапии. Действительно, как показывают данные наших немецких коллег, важным является к 3 месяцам терапии, к 6 месяцам терапии, достижение раннего молекулярного ответа, равно как и раннего цитогенетического ответа, или уровня экспрессии ПЦР-берекомерного гена, соответствующим 10% и менее. Действительно, как мы видим, достоверно пациенты отвечают по общей, в частности, выживаемости, как и по результатам терапии, по не только общей выживаемости, но и бессобетильной, бессрогрессивной выживаемости, по достижению пациентами полного цитогенетического ответа и глубоких молекулярных ответов, что подтверждают и ведущие клинические исследования с анализом огромных выборов пациентов. Здесь представлены результаты наших итальянских коллег, которые показывают не просто достижение раннего молекулярного ответа с уровнями 10%, а они уже показывают достоверные отличия в исходе заболевания и важность достижения 1% в 3-м месяцам терапии нашими пациентами. И более того, показано из центра профессора Фаоса, показано, что исход у пациентов, у которых не достигнут ранний молекулярный ответ в 3-м месяцам терапии или уровень относительной экспрессии более чем 10%, у половины из этих пациентов наблюдается на ранних этапах прогрессия заболевания между 3-мя и 6-м месяцами. Собственно, наши данные также подтверждают важность достижений. Мы видим, что пациенты по результатам терапии, по бессобеттийной и общей выживаемости достоверно отличаются в зависимости от уровня относительной экспрессии, достигнутого к 3-м месяцам терапии, и к 6-ти в том числе. И, безусловно, коль мы понимаем, что прогрессия заболевания с высокой вероятностью может развиться именно на ранних этапах, безусловно, именно ранняя смена терапии на ингибиторы тирозинов 2-го поколения является важным составляющим фактором успеха при применении ингибиторов тирозинов 2-на. И, в частности, здесь я привожу наши первые результаты. Это 6 пациентов, у которых была произведена ранняя смена терапии на ранних этапах между 3-ми и 6-ми месяцами. И мы видим, что у 5 из 6 пациентов с выполненной сменой терапии на ингибиторы тирозинов 2-го поколения наблюдалась положительная динамика. Или в качестве примера пациентка с подтвержденным цитогенетическим, молекулярно-генетическим вариантом хронического милолитрикоза, которому был назначен терапия эмотиниба. В 3 месяца терапии по результатам цитогенетического исследования все 100% были положительные. Уровень экспрессии бисеробоэльгена по результатам ПЦР-исследования составлял около 63%. В 5-месяц терапии всего лишь у пациентов был достигнут частичный цитогенетический ответ. Уровень экспрессии соответствовал приблизительно 18%. Мутации при мутационном анализе не были обнаружены в бисеробоэльгенетическом домене. Было принято решение о переводе на милотиниб. У пациентки через полтора месяца был констатирован полный пистогенетический ответ. Уровень экспрессии соответствовал около 4%. Уже в 2 месяца по результатам реал-тайм ПЦР уровень экспрессии был равен 0,9%. И в 3 месяца от момента смены терапии у пациентки был достигнут глубокий молекулярный ответ с чувствительностью редукции 4,5 логарифма. Что подтверждает данный график с положительной динамикой бисеробоэльгенетического вена. Мы должны помнить, что, как правило, полному цитогенетическому ответу или 0% по результатам цитогенетического анализа соответствует 1% по результатам ПЦР исследований, 1% по результатам ПЦР в режиме реального времени и менее. И частичному цитогенетическому ответу или 35% по результатам цитогенетического анализа соответствует, как правило, 10% и менее по результатам ПТ в режиме реального времени. Однако не всегда настолько все друг к другу результаты цитогенетического и молекулярно-генетического исследований. И наши итальянские коллеги сравнили результаты терапии у таких пациентов, у которых наблюдается некое несоответствие между цитогенетическими и молекулярными исследованиями. И было показано по результатам терапии, были показаны у этих пациентов достоверные отличия, у которых не наблюдалось конкорданность по результатам генетических исследований. Равно как и по бессознательной выживаемости пациенты также отличали. Еще один незаменимый метод исследования генетический, к которому мы с вами зачастую обращаемся, это исследование мутационного статуса у наших пациентов. И да, мы понимаем, согласно современными рекомендациями, по собственному опыту, что наличие дополнительных мутаций в бессеробейл-гене, это в первую очередь свидетельствует о неудаче проводимой терапии, они указывают на необходимость смены терапии у наших пациентов, если мы определяем или иные мутации. И когда же следует выполнять мутационный анализ? Это в дебюте заболевания исключительно у пациентов в фазе акселерации в гласном кризе и на этапах мониторинга только при констатации неудачи терапии. И в настоящее время описано огромное множество мутаций, порядка 90 типов. Однако нужно помнить, что важным являются те мутации, которые обуславливают резистентность к тому или иному ингибитору. Наиболее доступными в нашей стране являются дастинит, нилотинит и совершенно четко определен спектр тех мутаций, в случае наличия которых нельзя назначать тот или иной ингибитор тирозинкина. И только у пациентов, у которых мы определяем единственную мутацию Т315Ай, данные препараты являются неэффективными. И, безусловно, у этих пациентов в первую очередь следует задуматься о возможности выполнения такого метода терапии, как трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. Мы должны помнить, что, безусловно, даже если мы определили мутацию, не определяющую резистентность к тому или иному препарату, мы должны помнить, что присутствие любой мутации – это настораживающий маркер, это признак генетической нестабильности, а сохранение в эффектных клонах или появление новых при терапии указывает на неполное или неэффективное ингибирование бисеробоид лейкозного клона. Безусловно, мутации выявляются чаще у пациентов при неудаче в сравнении с субоптимальным ответом, при остром лейкозе или в фазе акселерации в глазном кризе в сравнении с хронической фазой и чаще в два раза у пациентов со вторичной резистентностью. Мне бы хотелось привести наши данные. Мы показали, что из всех пациентов, у которых были обнаружены те или иные мутации, у 50% из них это были мутации именно резистентные к тому или иному ингибитору теразинкеназ второго поколения. Таким образом, безусловно, основной целью нашей, которой мы проводимся в нашей повседневной жизни, это, конечно же, в первую очередь является максимальное подавление положительного клона клеток. И мы должны помнить, что генетическая нестабильность, которая проявляется в виде планальной эволюции, в виде мутаций в бисеробоэльгене, в виде дополнительной филдорфийской хромософии или амплификации бисеробоэльгена, это является ключевым фактором прогрессирования заболевания, прогрессирования хронического меморикоза и развития резистентности к терапии ингибитором теразинкеназ. Все методы, о которых я сегодня рассказала, безусловно, есть в персонале нашей лаборатории. Мы с радостью вам поможем в вашем нелегком деле, в вашей такой важной и нужной профессии, которую мы будем в ближайшие дни отмечать. Спасибо вам, Терпин. Ирина Степановна, спасибо большое. Большое спасибо, все отлично слышно. Несвязь нас не подвела, но и лектор в том числе. Спасибо за хорошую лекцию. Уважаемые коллеги из Владимира, есть какие-то вопросы? Потому что онлайн поступило несколько вопросов, которые я озвучу сейчас. Если есть что-то спросить вживую, то милости просим, что Ирина Степановна готова. Ирина Степановна, а как часто встречаются мутации Т315А и вообще популяции больных хроническим меморикозом? Уважаемые коллеги, это довольно частое событие. По нашим данным, мы встречаем такую картину приблизительно у 8, даже с небольшим хвостиком, процентов больных. И, безусловно, конечно, это выборка пациентов, которые к нам поступают. Это, как правило, пациенты с прогрессией некой, с неудачей к проводимой терапии. Но с моей точки зрения, с нашей точки зрения, это довольно частое событие у наших пациентов. То есть 8 процентов? Около 10 процентов и по данным различных других акторов исследователей. Ирина Степановна, то есть на этапе диагностики мы же никакие мутации не определяем. То есть получается... Если пациент в фазе акселерации или в глотном кризе, то это следует сделать. Потому что мы в первую очередь у таких пациентов, безусловно, думаем о терапии ингибиторами тирозинкиназ второго поколения. Ирина Степановна, а вот в вашей, так сказать, практике наблюдения за этими пациентами, ну, мониторинга молекулярного, были такие случаи, когда есть мутация указанная, 315А, но при этом есть ответные ингибиторы тирозинкиназ? Или это априори ситуация, которая первично резистентна к ИТК? Это в априори ситуация, в которой пациент будет резистентный к ингибиторам тирозинкиназ. Да, сейчас, конечно, уже прошли клинические испытания, существуют и синтезированные ингибиторы активные, которые воздействуют на данную мутацию. Это понатениб, это новые молекулы и российские, в том числе, которые сейчас, буквально в ближайшее время, уже вступают в стадии клинических испытаний, прошедших уже исследования на животных. Но, к сожалению, они недоступны в нашей стране, поэтому, безусловно, мы должны понимать и быть готовы к неудаче, к, возможно, к каким-то более агрессивным методам терапии. Ирина Александровна, второй вопрос. Клональная эволюция, которую Вы обнаруживаете, например, если это 3-7-8 хромосомы, понятно, что это, априори, неблагоприятный прогноз дальнейшего развития событий, как часто меняется терапия ингибиторами теразинкиназ при обнаружении клональной эволюции, и необходимо ли это делать сразу? Вот такой вопрос задали коллеги. Вадим Анатольевич, Вы имеете в виду картину в дебюте заболевания, когда мы определяем ее, да? Да, в дебюте заболевания. Нет, нет, в дебюте заболевания. Да, мы сделали цитогенедию. В дебюте заболевания. 8-9%, правильно же, да? Да, 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 да. И действительно, это, как правило, это является предостерегающим фактором, и, безусловно, те пациенты, у которых при диагностике мы выявили не только филдельфийскую хромосому, но и в частности, да, трясонию по 8-й хромосоме, это те пациенты, у которых в первую очередь следует, наверное, задуматься о возможности начала терапии не с имотениба, а все-таки, да, в качестве уже первой линии задуматься о возможности использования нилотениба, да, затениба, именно препаратов, ингибиторов второй линии терапии. Второго поколения? Второго поколения, да. Ирина Степановна, криптическая транслокация, о которой Вы рассказывали, это частое событие, просто вот не поняли слушатели из лекции? Нет, это не частое, ну, если говорить о вот той группе пациентов, у которых называемую вариантную транслокацию определяем, то из них это приблизительно 10%, то есть из общей выборки это 2-3% пациентов. Однако это очень тревожная группа, потому что если доктор-гематолог получил из лаборатории нормальный кариотип, он может успокоиться, он может подумать о хроническом милопроферативном всеотрицательном заболевании, не назначить адекватную терапию, поэтому я прошу и советую врачам-гематологам, когда Вы уверены в диагнозе, и когда у Вас клиническая, морфологическая, типичная картина хронического милолейкоза, обязательно попросить, направить на молекулярно-генетическое исследование биообразцы, чтобы достоверно убедиться, что действительно это не хронический милолейкоз, а милопроферативное, другое отличительное заболевание. Это очень важно, и таких пациентов много. И потом, мне бы еще раз хотелось акцентировать на важности определения варианта типа транскрипта бисера-БЛ-гена именно в дебюте, при диагностике. Поскольку у нас были такие случаи, к нам стекается вся страна, многие города присылают на исследование, действительно была картинка, мы отправляем по цитогенетическим результатам патологической, наличие патологии, наличие филдельфийской хромосомы. А по результатам реал-тайм ПТР доктор получает 0%. И, конечно, недоразумение, конечно, доктор не понимает, ну где-то даже возмущается, подозревает, что результат выполнен не совсем корректно. Но на самом деле, вот в этой ситуации мы можем думать о наличии редкого транскрипта. И мы должны помнить, что реал-тайм ПТР только два транскрипта мы мониторируем. Б2А2 и Б3А2. Все любые другие, в настоящее время описано порядка 16 транскриптов. Они встречаются редко. Они бывают, по различным данным, приблизительно у 2-3% больных. Однако они есть, и их много. И чтобы точно быть уверены, что мы мониторируем, и это 0% соответствующей действительно реальности, а не 0% ложно-отрицательный результат, мы должны быть уверены, что у пациента типичная картина, наиболее часто встречающаяся. Понятно. Ирина Степановна, ну это скорее вопрос к возможности, ну вернее к подходу такому, что все-таки на каких-то, у какой-то группы пациентов терапию можно будет отменить. Сейчас же эти исследования продолжаются, пока это нельзя сделать произвольно, а только в рамках клинического исследования. Да, то есть врач сам не может принять такое решение, ну вот в клинической практике, в повседневной. Пациенты зачастую принимают такое решение, не спрашивая врача. Ну да, это понятно. Но это уже вопрос приверженности лечению, это совсем другой вопрос. Ирина Степановна, а возможен ли более глубокий анализ, ну то есть не пять логарифмов, что является сейчас пределом, да, а вот когда, в каком интервале времени, там в ближайшее время или это будет позже, можно ожидать того, что методы детекции станут более чувствительными, можно определять еще с большей точностью этот ноль. Ну вернее логарифм никогда не может быть нулем, он только к нему стремится, но нулем по математическому определению он стать не может. Но тем не менее, вот эти пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, вот какой предел этих логарифмов и где, вот, каков период ожидания, что метод станет более чувствительным? Владимир Анатольевич, ну вот я уже сказала о такой возможности в настоящее время существующей, это джинэксперт, который нам позволяет на самом деле заглянуть чуть-чуть глубже, чем позволяет реал-тайм ПТР в режиме реального времени. Если мы говорим о максимальной чувствительности реал-тайм ПТР соответствующих пяти логарифмов, то при использовании джинэксперта пять с половиной, а сейчас уже есть картриджи и шесть логарифмов. Мы сейчас ожидаем их в лаборатории и более того, дорогие коллеги, мне бы хотелось проанонсировать такую возможность исследовать ваших пациентов, тех, кому это, безусловно, показано в нашей лаборатории, по той причине, что компания «Навартость» поддержала грант по исследованию с использованием джинэкспертов у пациентов с предполагаемой отменой терапии или какие-либо другие ситуации, требующие такого глубокого исследования. И, конечно же, наши коллеги, компании, которые работают и стараются нам помочь в этой диагностике, не остановились. На этом, безусловно, разрабатываются новые методы, более чувствительные. Это цифровая ПТР и ряд других секвенирований тиженового поколения, которые, конечно же, нам позволят в скором будущем, вот в ближайшем будущем заглянуть и еще глубже. Ну да, ну то есть это вопрос не десятилетия. На вершину этого айсберга. Да, то есть это вопрос не десятилетия, это ближе. Нет, конечно, нет, конечно. Мы живем в очень интересное время на самом деле. Когда мы могли думать о молекулярной терапии, о таргетной терапии, когда настолько будут важны генетические методы и такие потрясающие результаты мы будем получать у наших пациентов онкогематологических, которых мы, у которых общая выживаемость была крайне низкая, в том числе острые лейкозы. Они живут полноценной жизнью, рожают замечательных деток здоровых и это будут вот буквально в ближайшие годы такие возможности. Понятно. Ирина Степановна, большое спасибо. Мы сейчас попробуем соединиться с Алмазовским центром. Да, спасибо. С наступающим праздником еще раз. Спасибо, Елена. И до понедельника, в понедельник очередной семинар. Да. Да. Сейчас попробуем соединиться с Петербургом, с центром Алмазова. Вот. Если эта попытка окажется по техническим причинам неудачной, то вернемся к нашему разговору. Здравствуйте. Проверяно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сигнал в центре Алмаза не проходит, но что ж, не такой бывает, небольшая техническая погрешность. Уже, к сожалению, от внешних обстоятельств зависящее. Если есть что-то спросить, то еще, то мы можем поддержать дискуссию и что-то обсудить. Скажите, пожалуйста, у вас на ИТК-2 какой процент пациентов приблизительно? Ну, на дазотенибе или на нилотенибе. На ИТК-2, да? Ну, кто-то в рамках, наверное, кто-то в исследовании, скорее всего, кто-то кому-то просто назначено по показаниям. Назначено, да. Не в исследовании. Не в исследовании, да? Вы знаете, во всех регионах почти один и тот же процент. Ну, чуть больше там, где больные в какие-то клинические исследования включены. Вот, немногим больше. А так приблизительно цифра сравнимая. Вот. Ну, на самом деле клиническая лекция будет и в следующие дни продолжения наших семинаров, в частности, вот в понедельник. И поэтому, если есть какие-то вопросы, то можно просто зайти с нашего сайта, Николай подскажет, и задать вопросы в письменной форме. Там есть под окном трансляции форма обратной связи. Вот. И можно будет что-то спросить клиницистов. В понедельник у нас трансляция в Кемерово. Вот. Будет Ирина Степановна с молекулярной патологией хронического мелаликоза. И Анна Григорьевна Туркина из Москвы, вот из нашей студии. Вот. И будет еще продемонстрирован клинический случай. Поэтому, если есть желание задать какие-то вопросы или там придут какие-то мысли, что-то захочется обсудить, это можно отправить в виде письма. Вот. И все участники семинара с удовольствием ответят на вопросы. Вот. Сейчас хочу с вами попрощаться, пожелать всего хорошего. С наступающими праздниками. И подключать... Да. Присоединяйтесь к другим семинарам, которые в том числе и будут дальше продолжаться с 29 числа. И по первичному милофиброзу тоже. Всего доброго. Спасибо. До свидания. 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 Продолжение следует...